Здравствуйте Марина Рамазановна, благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Сегодня я хочу поговорить сугубо про союз женщин Карачао-Черкисии, который вы возглавляете уже несколько лет, последние несколько лет, если я не ошибаюсь, последние три года. Марина Рамазановна, я знаю, что вы оказываете посильную помощь всем людям, которые в этом нуждаются. Ваш союз женщин. Чем вы сейчас живете, расскажите. Совсем недавно мы с председателем женсовета аула Адыгихабль, с Заремой Аслануковой побывали в городе Карачао-Черкис, в садике Солнышко. Мы забрали у них гуманитарный груз. Их акция была посвящена нашей акции «Сердце матери», и также они осветили ее как дары осени нашим бойцам. Зарема Асланукова, она проживает в ауле Адыгихабль, она мама участника СВО, женщина с достаточно активной жизненной позицией. Мы очень рады, что у нас в составе Союза женщин сегодня такая женщина, которая занимается отправкой грузов совершенно в разных направлениях. Хотелось бы сказать, что также у нас основное направление – это создание женсоветов в сельских поселениях. И вот как я только что рассказала о Зареме Аслануковой, мы недели две-три назад избрали ее председателем нашего женсовета, провели совещание в ауле Адыгихабль совместно с Советом Старейшин, наметили себе основное направление, по которому мы будем с ними работать. Марина Рамазановна, хотелось бы узнать, по какому критерию Вы отбираете кандидаток в Союз Женщин? Основной критерий – это, конечно же, активная жизненная позиция. Безусловно, женщина, не имеющая образования, не работающая, она не может иметь активную жизненную позицию. Женщина, которая развивается самодостаточная, которая знает, чего она хочет в этой жизни и знает, как эту жизнь изменить к лучшему. А так стать членом нашей организации может стать любая. Она может написать заявление, мы заявку рассмотрим, но работать в Союзе Женщин не так просто, так как в основном это добровольное участие, оно не оплачивается, но по своей значимости наша организация достаточно серьезная организация. Поэтому мы в конечном счете остаемся с теми женщинами, которые сходятся с нами в интересах. Марина Рамазановна, я знаю, что к вам очень часто обращаются люди за помощью. Что касается моего следующего вопроса, он очень актуальный на сегодняшний день, он и деликатный в то же время. Я хочу поговорить с вами про многоженство. Мало того, что вы возглавляете Союз Женщин Карачаева-Черкесии, вы еще религиозный человек, вы еще председатель целого колхоза, целого хозяйства. Поэтому я думаю, что женщины, как говорится, побывавшие в этой ситуации, обращаются к вам за советом, за помощью. Мне бы хотелось узнать ваше мнение, насколько это правомерно и насколько это правильно, насколько это неправильно. Ну, действительно, скажу честно, вопрос очень деликатный. Ну, наверное, скажу, что мы выросли совсем в другое время, где это было исключением, нежели правилом. Сегодня повсеместно уже мы слышим, обсуждаем и понимаем, что это уже становится как бы закономерностью. Ну, на мой взгляд, раз мы живем в светском государстве, где многоженство не одобряется и законный брак можно зарегистрировать только с одной женщиной, то, соответственно, уже последующие женщины, они будут считаться, на мой взгляд, как сожительницы. То есть сам статус женщины, на мой взгляд, здесь уже немного ущемляется. У нас, не у нас, а вообще в исламе, да, в исламе, как это трактуется. Есть мнение очень многих ученых, я тоже изучала это, интересовалась, так как ко мне, как вы точно заметили, обращаются очень много женщин с этой проблемой. И я скажу, что женщины не воодушевлены этим и ничуть не ликуют по этому поводу. Хотя, казалось бы, мужчина, если он может содержать, обеспечивать, как бы, почему бы нет, сколько он, как бы, может содержать, пускай, как бы, это будет на его совести. Но, на мой взгляд, сегодня в такой республике горной, да, где не только мужчины имеют гордость, но и женщины, вот так взять и повсеместно допустить это, ну, по-моему, это какая-то ошибка, какое-то, знаете, вот заблуждение. Сегодня я слушаю от многих мужчин, что они оживляют сумму нашего пророка, да, да, будет доволен им Всевышний. Но прежде чем оживлять эту сумму, наверное, надо всё-таки вникнуть в неё. Я тоже не раз читала, интересовалась, там сказано так. Ты можешь себе позволить, как бы, одну, две, три, четыре, но если ты не можешь одинаково справедливо к ним всем относиться, то лучше ограничиться одной. И если ты достиг своего целомудрия, общаясь вот с этой женщиной, да, будучи в браке, тебе, как бы, не разрешается уже жениться, позволить себе других жен. И, на мой взгляд, быть справедливой и одинаковой ко всем, при всём желании, наверное, не сможет ни один смертный, кроме как пророк, да, будет доволен им Всевышний, потому что, ну, это был совсем другой человек. А мы, как бы, обычные люди, и я не думаю, что мужчина может одинаково справедливо относиться к своим женам. И здесь вот больше мне жалко мужчин. Они берут на себя такую ответственность, это не только вот в этой жизни ответственность, но они за это будут отвечать там. Об этом надо всё-таки, наверное, больше задуматься. Вот сказано, что если ты будешь несправедлив хоть в чём-то, хоть даже во взгляде к жене, из двух-трёх, я не знаю, то в сотный день ты будешь ходить кривобок. А вот я, наверное, как-то, может, изменила толкование, но смысл такой. То есть Всевышний всё-таки, позволяя в каких-то случаях иметь несколько жён, там есть, наверное, свои какие-то, да, вот, случаи, он всё-таки остерегает. Будь осторожен. Если вдруг несправедливо отнесёшься, то будут последствия. И сегодня, знаете, среди молодёжи мы тоже провели ранее опрос такой негласный. В основном, как бы, наверное, всё-таки больше к молодёжи сейчас это относится. Для них это не является чем-то таким из-за ряда вон выходящим. Для них это приемлемо. Вот. Но, вы знаете, самое страшное, что большая часть не хочет быть официальной женой, законной. Я поинтересовалась, почему. Потому что ответственность большая. Если у мужчины есть родственники, родители, то за ними должен быть должный уход. То, соответственно, законная жена должна всё это, как бы, да, осуществлять. А где здесь, говорит, вот, вопрос встаёт, а где здесь вот справедливость? Если законная жена выполняет львиную долю вот этих обязанностей, это действительно очень большая ответственность и нагрузка для женщины. То следующая та, которая, я не знаю, где она проживает, она же не будет брать на себя всё то, что несёт на себе законная жена. Поэтому здесь очень много нюансов. Конечно, мы с вами здесь, как эксперты, не можем об этом говорить, так как сами учёные спорят по этому поводу. Но я считаю, что этим, наверное, в нашей республике всё-таки должно заинтересоваться и духовенство наше, которое ответственно за наших братьев-мусульман и стёр. И также, наверное, Совет Старейшин при республике он у нас есть. Наверное, всё-таки этот вопрос надо поставить во главе, так как сегодня наше общество трансформируется, и последствия могут быть самые неожиданные. Мы, допустим, не такие большие народы. У нас есть, допустим, я могу сказать о карачаевцах, разные фамилии, и мы тесно друг с другом переплетены. Если ты берёшь в себе в жёны несколько женщин, то, естественно, она несёт в себе несколько этих фамилий. То вопрос, на ком будут потом жениться их дети и выходить замуж, за кого? Тогда она будет, наверное, жениться на женщинах других вероисповеданий, других национальностей. Тогда уже встаёт другой вопрос, а кто будет сохранять традиции и передавать их? В основном-то это женщины в каждой семье эти ценности передают из поколения в поколение. И здесь тогда утратят актуальность. Каждая нация, как самобытность, уже её не будет. Ни карачаевцев, ни черкесов, ни абазин, ни нагайцев. То есть мы будем просто, наверное, большой дружной семьёй, наверное, просто будем называться мусульмане, и как нация уже перестанем существовать. Здесь очень много нюансов. Знаете, вы вот такой вопрос задали, можно говорить и говорить, но над этим надо хорошо подумать. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам, конечно, здоровья и успеха в ваших делах. Спасибо вам!